Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии пятницы. Впереди выходные, это не может не радовать, но сперва нужно завершить торговую неделю и, соответственно, поработать с новостным фоном в рамках текущей торговой сессии. Сразу предлагаю перейти к нефтянке, которая продолжает котироваться на прежнем уровне 64,56. И, друзья, для тех из вас, кто только подумает торговать, либо нет этим активом, я все-таки призываю сейчас еще раз оценить адекватно весь тот фон, который сложился, и принять уже решение о том, чтобы провести этот самый трейд. Мне кажется, нефтянка сейчас представляет очень хороший интерес для того, чтобы зайти в бренд и, собственно, поддержать позицию довольно продолжительный период времени, чтобы урвать процентов 5. Я сегодня могу выделить, друзья, 5 причин, почему нефть будет расти. Во-первых, вспомним, опять же, и первую фазу торгового соглашения с США и Китая. Мы, скажем, пытались зайти с позиции того, что в позитиве, в этом вроде бы как очевидном, нет этого самого позитива, потому что подписание первой фазы — это не гарантия того, что в дальнейшем переговоры будут конструктивными. Это возможно так, друзья. Тем более, что Соединенные Штаты Америки, как вы помните, выполнят свои обязательства в рамках первой фазы только не раньше, чем через 10 месяцев. Поэтому, как минимум, вторая фаза откладывается на очень неопределенное время. К негативу мы еще успеем вернуться, как и всегда. Но давайте пока что попробуем выжать все соки позитивного, скажем, такого толка из этого фона. Причина номер два — это запасы. На этой неделе данные по запасам нефти порадовали покупателей. Да, было компенсирующее воздействие в виде увеличения запасов дистиллятов и бензина, но все равно мы делаем акцент на запасы нефти, они снизились. И, учитывая сезонную тенденцию, я уверен, что в ближайший месяц мы также будем работать с цифрами со знаком минуса. Третья причина — это доклад ОПЕК, который также вышел два дня назад. Мы помним, что Ближневосточная организация повысила прогноз спроса, собственно, на углеводороды на 2020 год на 140 тысяч бар. Я думаю, что это сопряжено с реальностью, тем более, что, согласен с учетом последних вводных, есть оптимистичные ожидания, год только начинается, что мировая экономика будет чувствовать себя, возможно, лучше, чем в 2019 году. Также хочу отметить, друзья, четвертый фактор — это Ближний Восток, накануне Международное энергетическое агентство призвало не спицывать со счетов влияния Ближнего Востока на котировки нефти, потому что события остаются напряженными, и ничего, опять же, не стоит того, чтобы не мешает, точнее, чтобы трейдеры при каком-то витке эскалации напряженности в этом регионе снова обратили внимание на то, что происходит в плане отношений Ирана и США, и сделали из этого соответствующие выводы того, как может повлиять на котировки нефти. Ну и еще один фактор, друзья, это статистика по Китаю. Буквально несколько часов назад вышли данные по китайской промышленности и темпам экономического роста. Статистика в целом довольно неплохая. В частности, промпроизводство выросло с 6,2% до 6,9%. Что касается темпов экономического роста, то также нормальный уровень 6% может быть это дополнительное подтверждение, друзья, того, что, может быть, нам не стоит хранить мировую экономику, если даже Китай начинает подавать признаки какого-то локального восстановления. Поэтому все в целом вкупе это может стать фактором для дальнейшего укрепления котировок черного золота. Доллар иена 110.19. Локальный хай вчерашнего дня был 110.28. Это, между прочим, максимум за последние 8 месяцев. Мы верили в рост этой валютной пары, друзья. В принципе, это и произошло. Мы правильно сделали, что поставили на влажность вот этого круглого значения 110. То, что его пробой будет сопряжен с импульсным прострелом дальше. Главное, чтобы сейчас покупатели закрепились дальше. Новостной фон этому располагает. Опять же, все, что я сказал про нефтянку, это то, что снижает интерес к защите, потому что, конечно же, это больше позитивный фон. По штатам статистика продолжает поддерживать интерес к покупкам вслед за хорошими данными по индексу потребительских цен. Накануне вышли ироничные продажи. В месячном выражении 0,3% с 0,3%. То есть рост, в принципе, по отношению к показателю месячной давности, он такой же. Однако, стоит отметить, что за ноябрь показатель был пересмотрен с 0,2% до 0,3%. Рост продолжается третий месяц подряд, поэтому можно говорить о том, что американская экономика будет опираться на потребительскую активность. По статистике, в 17.15 сегодня нас ждут данные по промышленному производству США. Я думаю, что этот отчет станет еще одним венцом этой недели, вишенкой на торте, чтобы поддержать наши ожидания по росту доллара. По остальным валютным парам, без изменений евро против доллара, я склонен полагать, что евро будет снижаться. Сегодня базовый индекс потребительских цен в 13.00 по московскому времени. Следим за статистикой, ждем еще одно подтверждение слабости экономики валютного блока. Все это будет конвертироваться в действие Европейского Центрального Банка. Ждали мы выступления Костин Лагард, ничего интересного нет. Видимо, какие-то сигналы она имеет право, если, скажем, есть какие-то показатели дисциплины, какие-то комментарии она может давать, способны серьезно повлиять на курс только по факту заседания Европейского Центрального Банка. У него еще две недели, друзья. Поэтому по евро склонен полагать, что распродажи будут продолжены. Ждем уровень 1.10. Фунт против доллара 1.3070. Моя стратегия следующая. Я жду конец этого месяца, жду, что ставку Банк Англии снизит, фунт просядет и оттуда уже будут на долгосрок выкупать. Сегодня в 12.30 данные по роничным продажам, как вы помните, статистика сейчас имеет очень большое значение, потому что она и мотивирует Банк Англии принять решение о смягчении монетарного режима. Все эти релизы, которые мы разбирали на этой неделе, подтвердили необходимость снижения ставки. Сегодня я считаю, что она также выйдет хуже ожиданий, поэтому вероятность к снижению ставки 30 января увеличится и фунт может также оказаться под давлением даже до конца текущей торговой сессии. Доллар-франк 0.9649, цель 0.95 сохраняется. Друзья, как вы помните, Минфин США поместил Швейцарию в один ряд с Южной Кореи, с Японии в плане манипулирования валютным курсом. И признаться, ну действительно они этим злоупотребляют, и активные интервенции, которые снижают спрос на национальную валюту, и низкие процентные ставки, самые низкие, отрицательные ставки по депозитам, это также искусственный барьер, чтобы отводить приток средств на депозиты, которые, конечно же, были бы номинированы во франках, и логичным образом привели бы к укреплению курса швейцарского франка. Они выстраивают эти барьеры для того, чтобы все-таки создавать условия, при которых франк будет преимущественно ослабеть. Австралийс против доллара 0.69 также ничего не меняется. Друзья, ждем снижения. На этом все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...